Новому путепроводу в чистых прудах быть, правда, пока строительство отложено. На днях появилась информация, что строительная компания отказалась от работы и договор расторгнут. О ближайших планах по возведению путепровода в репортаже Вергина Мативосян. Новая дорога уже начала обретать реальные черты, когда вдруг махачкалинская компания, выигравшая конкурс, отказалась от контракта на строительство путепровода в чистые пруды. Такой поворот масштабной стройки в администрации объяснили просто. Строители переоценили свои силы и возможности, что на самом деле стало причиной неясно, но точно известно одно – сроки возведения моста пока откладываются. О новой дороге уверенно заговорили в прошлом году. Для нормального сообщения с микрорайоном чистые пруды путепровод жизненно необходим. Сейчас выехать в город можно по единственной улице – Диповской, правда, лишь после километровой пробки. Новая дорога должна дать мощный толчок развитию города в южном направлении. Сейчас у нас связь с южной частью города и с Кирово-Чапецком районом происходит только по улице Ленина. При том, что даже не считая этого узкого горлышка, где проходит железнодорога, и то уже достаточно большая загруженность улицы Ленина. Я уже не говорю о переезде, где федеральная железнодорожная трасса, поэтому, безусловно, городу очень нужна улица Дублер. Поэтому эта вот связь, начиная с улицы Попо через противопровод чистые пруды, должна связать город Киров, центральную часть и северную часть с южной частью города Кирова и с Кирово-Чапецком районом. Дорога начнется в самом конце улицы Поповой, затем пройдет над железной дорогой, через дамбу и далее в чистые пруды. Выйдет на объездную дорогу до поселка Радужный. В проектной документации заявлено строительство шестиполосной магистрали, длиной почти в полтора километра. Из них 390 метров непосредственно приходится на сам путепровод. Глобальных работ пока ждать не стоит. Прежде необходимо будет решить вопрос о переселении людей из тех домов, где планируется строить дорогу. Количество жильцов составляет более 200 человек. Там, безусловно, имеются и собственники, и наниматели. Поэтому индивидуально будет решаться с каждым. Если это наниматель, безусловно, это будет предоставление жилья по социальному найму. И там, где собственники, будет вопрос решаться двумя путями. Или это будет выкупка у него имущества в виде квартиры, или будет мена на новую такую же квартиру. Общая стоимость контракта – 2 миллиарда 602 миллиона рублей. Сумма неподъемная для городского бюджета. По планам строительство путепровода должно начаться на средства городской казны. В администрации не теряют надежды получить деньги из федерального бюджета. Опять же, по плану, строительство магистрали должно начаться в этом году и продолжится около трех лет. Так что раньше 2017 года новой дороги ждать не приходится. Тем более, пока не ясно, кто будет ее строить. В 20-х числах мая вновь будет объявлен конкурс на строительство нового путепровода. Вергина Матевосян, Максим Козлов, Вестик, Кировская область.